Здравствуйте друзья, с вами снова Сергей Подшибякин и мы продолжаем с вами говорить о финансовой грамотности. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о полезных привычках, которые помогут вам развить свою финансовую грамотность и эффективнее общаться с вашими финансовыми средствами. Мы с вами уже говорили о том, что самым главным принципом финансовой грамотности является умение правильно считать свои деньги и это неразрывно связано с понятием финансовой математики. Но помимо того, что нужно хорошо уметь считать и научить себя считать, вам необходимо разобраться с тем, как деньги попадают в вашу жизнь и каким способом они от вас уходят. Для этого есть несколько полезных привычек или принципов, которых я очень советую вам следовать для того, чтобы ваши деньги всегда были с вами, приумножались и работали на вас. Первый и самый главный принцип это повышайте свои доходы. Мы с вами очень часто говорим, когда упоминаем слово финансовая грамотность о том, как правильно экономить, о том, как средства расходовать эффективнее, но очень редко упоминаем о том, что бюджет состоит из двух частей, не только из расходов, но и из доходов. Поэтому очень важно, чтобы вы помнили о том, что ваши доходы должны расти или как минимум быть стабильными. Для этого вам необходимо помнить о двух вещах. Первое, это то, что мир вокруг вас развивается, идет вперед, у нас меняются технические средства, которыми мы пользуемся, у нас меняются какие-то особенности экономики, в рамках которой мы живем, и поэтому нужно успевать меняться вместе с ними. Это не значит, что сразу же нужно следовать всем веяниям, которые происходят в нашем современном мире, но вам необходимо быть в курсе этих веяний и понимать, как эти ведения или изменения будут изменять ваши доходы. Или, может быть, изменят вашу профессию. Может быть, через каких-то 20 лет ваша профессия уже просто перестанет существовать, а вы ничем другим и не умеете заниматься. Поэтому очень важно помнить, что в любой момент вашей жизни вы можете получить новое образование, научиться чему-то новому, расти, развиваться, получать новые навыки, получать новые знания и всячески поддерживать себя относительно движущегося и развивающегося мира. Поэтому чем больше вы знаете, чем больше вы умеете, тем больше у вас способов получать новые источники дохода, тем больше у вас вариантов выбора профессий, выбора и рода деятельности, которые может приносить вам непосредственно приятный финансовый доход. Также надо помнить, что важным условием получения хорошего дохода является умение, которыми вы обладаете, или навыки, которые вы успели развить. Помимо имеющихся знаний, очень важно практиковаться, получать опыт, совершать ошибки, делать из них правильные выводы. Ну и третий момент, который тоже важен при планировании и формировании хороших доходов, это полезные знакомства. Люди, с которыми вы общаетесь, так или иначе влияют на вас, на ваши финансовые привычки, на те, скажем так, места, в которых вы бываете, на те увлечения, которыми вы занимаетесь. Поэтому создавайте вокруг себя круг полезных знакомств, людей, которые вас поддерживают, людей, которые будут делиться с вами полезными привычками и будут вам полезны, в том числе, для того, чтобы вместе становиться эффективнее с точки зрения доходов и может быть богаче. Второй принцип или вторая привычка, про которую я хотел бы с вами поговорить, это, конечно, грамотная экономия. Помимо доходов мы всегда должны помнить и о расходах. Расходы мы с вами уже говорили, что очень важно контролировать. Для этого первый и самый важный принцип – это то, что считать нужно абсолютно все деньги. Не важно, какие они маленькие, не важно, какие они незначительные кажутся вам в сегодняшнем моменте. Есть очень хорошая русская поговорка – «копейка рубль бережет». И она действительно очень правдива и эффективна, потому что именно из маленьких копеечек может сложиться рубль, из нескольких рублей может сложиться 10 рублей, и далее, далее, далее может сложиться достаточно воздушительная сумма, которая уже будет намного более приятна и интересна с точки зрения вашего внимания, чем эта самая копейка. Но без этой копейки не будет этой самой суммы. Поэтому считайте абсолютно все деньги, которые попадают в ваше внимание, попадают в ваши руки. Не стесняйтесь иногда поднять монетку, упавшую на пол, ведь это простое физическое упражнение, не только может быть полезно вашему кошельку, но и полезно для вашего здоровья. А для этого предлагаю вам такую маленькую смешную задачку. Посчитайте, сколько раз вы можете такую операцию совершить для того, чтобы заработать, ну, например, миллион рублей. Вот перед вами лежит монетка в один рубль. Сделайте миллион таких прекрасных наклонов и заработайте этот самый миллион. Сколько у вас это заняло времени? Да совсем немного. А если вы посчитаете, сколько вы бы зарабатывали его, занимаясь какой-нибудь деятельностью, вы удивитесь, как было бы просто, если бы мы просто поднимали деньги с пола. Но не сделав этого простого действия, вы можете себя лишить вот этой небольшой, но приятной суммы. Следующий принцип. Не экономите на себе. Когда мы с вами говорим о какой-то экономии, чаще всего мы экономим на каких-то вещах, связанных с нашим комфортом, с нашим бытом. Иногда покупаем более дешевую еду, иногда предлагаем себе какие-то более экономичные средства для быта, для развлечений и так далее. Это все, с одной стороны, правильно и хорошо. Не следует тратить слишком много денег на эффективные развлечения. Но не стоит экономить на здоровье, не стоит экономить на себе и своем комфорте. Если вы ходите в неудобные обуви, рано или поздно вам это обернется проблемой со здоровьем ног. Поэтому, если есть возможность приобрести себе комфортную, удобную обувь, которая прослужит вам многие годы, я считаю, что следует это сделать. Точно так же, как и со здоровьем. Если у вас сейчас есть время и средства заняться своим здоровьем, записаться в бассейн, начать посещать кружок физических нагрузок, начать заниматься гимнастикой, записаться в тренажерный зал, обязательно сделайте это. Вложенные сейчас в ваше здоровье средства обязательно вернутся вам с благодарностью в будущем. Потому что мы с вами, к сожалению, не молодеем с годами, поэтому заботиться о здоровье нужно сегодня. Чем раньше вы начнете это делать, тем более эффективно это будет для вас. Поэтому рубль, вложенный сейчас в ваше здоровье, обернется вам сотней сэкономленных рублей в дальнейшем за счет непотраченных средств на лечение. Следующий принцип – это платите сперва себе. Мы всегда, когда с вами получаем какие-либо средства, сразу начинаем планировать, куда же их потратить. Но очень часто нас это приводит к тому, что в момент, когда нам срочно необходимы какие-то средства для себя, например, для поддержки своего здоровья, либо для, не дай бог, каких-нибудь чрезвычайных ситуаций, денег может не оказаться. Поэтому для этого у вас всегда должен быть какой-то запас прочности финансовой, который вы будете для себя откладывать. Но откладывать его надо не в тот момент, когда вы тратите деньги, а именно в тот момент, когда вы их зарабатываете. Самый простой момент – это в бюджете для себя запланировать именно фонд богатства. То есть запланировать какие-то средства, которые вы не будете никуда тратить. Это может быть 10-15% вашего заработка. Это совершенно небольшая сумма. Даже если посчитать ее в длинном временном промежутке. Это не сильно ударит по вашему бюджету, но у вас всегда будут деньги. Если все будет хорошо, вы ими воспользуетесь тогда, когда они вам потребуются на какие-то очень приятные траты, на какие-нибудь глобальные, например, покупка квартиры или покупка нового автомобиля. Но если вдруг они вам могут пригодиться в какой-то экстренный момент, они у вас будут, и они у вас будут под руками, и вам не придется их использовать. А в самом идеальном варианте этого случая вы можете их вообще никогда не использовать, и тогда вы очень легко сможете стать богатым человеком. Именно так, откладывая и платя сперва себе, вы можете накопить достаточно солидный капитал. Но это надо делать именно в момент, когда в вашу жизнь приходят доходы, а не из расходов. Следующий принцип – это принцип правильной экономии с помощью скидок. Мы с вами живем в эпоху, когда очень многие магазины, очень многие компании делают специальные предложения своим клиентам. И мы все с вами любим скидки, ну потому что это действительно кажется нам выгодным. И с помощью этих скидок можно экономить очень большое количество денег. Самое простое, что вы можете делать при любой покупке, это спрашивать продавца или менеджера, с которым вы общаетесь, о скидке. Даже если ее сейчас не представлено в магазине, а вдруг вам ее предложат, персонально вам. И у вас будет возможность прямо сейчас взять и заплатить немножко меньше денег, чем мы планировали. Для вас это может быть приятным сюрпризом, а для менеджера, который с вами общается, или для продавца, это может быть просто рутина, о которой он забыл. Ну вот забыл он предложить вам эту скидку, она есть. Либо, может быть, магазин персонально для вас придумает это самое предложение. Но если вы об этом не спросите, у вас даже возможности не будет на экономию этих средств. Не спросите, не получите ответа. А так у нас есть с вами шанс на этот самый положительный ответ. Поэтому всегда спрашивайте о скидках. Можно спросить о ней, а есть ли у вас какие-нибудь предложения на этот товар сегодня, а завтра, а для меня, а специально для меня, а если позвать директора, а если попросить еще раз и пожалуйста. Как правило, люди, с которыми вы общаетесь вежливо, спокойно и корректно, всегда с радостью пойдут вам навстречу. Но даже если вам ответят нет, не стоит расстраиваться. Вы попытались, и у вас была возможность для успешного результата. Следующий принцип это, соответственно, отказаться от неэффективных трат и оплаты заранее. Нас с вами сейчас плавно подводят к тому, что мы заранее платим за все услуги, за какие-то приятные развлечения, которыми мы пользуемся. Ну, например, оплата сервиса, на котором вы смотрите кино. Оплата заранее подписки на какую-нибудь рассылку полезных для вас книг или журналов. Оплата заранее какой-нибудь подписки на, например, музыку в социальных сетях и так далее, так далее, так далее. Может случиться так, что в какой-то момент это действительно выгодно. Вы привыкаете пользоваться полезным сервисом и оплачиваете его для себя, поддерживая тем самым комфортную атмосферу. Но может случиться и так, что, например, вы оплачиваете музыку ежемесячно, а в какой-то из месяцев просто перестали ее слушать. Деньги уже потрачены, но вы от них ничего не получили. Поэтому всегда будьте внимательны с теми подписками, которые списывают у вас средства заранее, либо без вашего непосредственного контроля. Это же касается автоматической оплаты абсолютно любых покупок. Будьте с этим внимательны. Как правило, компании, которым вы платите деньги, в том числе банки, если вы оплачиваете кредит автоматическим режимом, никогда не забудут списать его средства со счета. Однако для вас может случиться так, что вы ничего не покупали, а деньги уже списали. Будьте с этим внимательны и контролируйте свои расходы. Следующий принцип – это не спешить с покупками или так называемый принцип «завтра». Это очень простая схема, по которой вы можете сэкономить огромное количество денег. Самые большие и неприятные покупки, о которых мы, как правило, потом жалеем, мы делаем на больших эмоциях. Я уже говорил, что главным принципом правильной финансовой математики является контроль своих эмоций. Для того, чтобы эти эмоции отконтролировать, но и не отказывать себе в действительно полезных и приятных покупках, вы можете отложить эту покупку на условное «завтра». Например, вы присмотрели себе какую-нибудь красивую одежду в магазине, и вот прямо сейчас готовы потратить на нее какое-то большое количество средств и совершить эту покупку прямо здесь и сейчас. Остановитесь на одну секундочку, сделайте глубокий вдох и выдох, и приходите «завтра». Если вы вспомните об этой покупке не на волне эмоций, а на волне вашего рационального подхода к этой трате, возможно, она для вас действительно необходима, приятна и полезна. Если вы о ней не вспомните, значит, это была просто спонтанная ваша реакция потратить деньги. И, возможно, вы, если даже на следующий день не вспомнили об этой покупке, вы купите какую-нибудь новую одежду и потом не будете ее носить. Но она же вам не вспомнилась. Точно так же касаемо любых абсолютно трат. Этот принцип «завтра» может быть продолжен и растянут по времени на любое количество времени. Например, вы хотите приобрести новый телефон. Не покупайте его сегодня. Купите его через месяц, может быть, через неделю, может быть, через несколько месяцев. Пройдет какая-то волна высоких цен, потому что товар перестанет быть самым-самым новым, и вы перестанете цепляться только за его эмоциональную составляющую, и получите от него действительно ту пользу, которую он будет вам нести на протяжении долгого времени. А может случиться так, что за то время, пока вы ждете и планируете для себя эту покупку, вы найдете что-то более выгодное или более приятное, или она вообще перестанет быть вам нужна. Поэтому не спешите с этими тратами и откладывайте их на «завтра». «Завтра» может быть любым по длительности времени. Ну и завершающий на сегодня принцип – это по поводу зависти другим людям. Всегда будет кто-то, кто успешнее вас. Всегда будет кто-то, кто зарабатывает больше денег, чем вы. Всегда будет кто-то, кто совершает более спонтанные, интересные, может быть, даже большие покупки, чем вы. И очень хочется иногда этим людям начать завидовать. Но это очень плохой подход, который нас ведет, к сожалению, только к проблемам и расстройствам. Людям, которые тратят больше вас, которые успешнее вас и которые делают что-то лучше вас, надо не завидовать. И у них надо учиться. Как они пришли к этому результату? Иногда можно просто подойти и спросить, а почему они могут себе это позволить, а вы не можете себе это позволить. И не расстраиваться по этому поводу. Возможно, вы сможете научиться у них чему-то и через некоторое время делать ровно то же самое, что и они. Особенно, если это касается ваших родных, друзей и так далее. Ваши друзья на то и ваши друзья, и родные на то и ваши родные, для того, чтобы помогать вам и помогать вам делать свою жизнь лучше. Если они уже что-то знают, что приводит их к успеху, возможно, стоит их об этом спросить. Но будьте готовы к тому, что вам придется иногда поменять свои финансовые привычки. Возможно, они посоветуют вам что-то хорошее. А возможно, вы поймете, что вы не готовы настолько сильно меняться ради вот такого небольшого изменения в своей жизни. С вами был Сергей Подшибякин. О полезных финансовых привычках и немного о финансовой грамотности. Спасибо за внимание.